здравствуйте дорогие друзья еще один зимний репортаж из флориды вот вы видите нашу поляну так и не скажешь но она у нас немножечко пострадала от заморозков возможно это был и не вы видите сухую травку и каждый сезон у нас новые травы вот я смотрю сейчас что-то такое типа кислицы проступает похоже на клевер но это кислица наверное у вас тоже в горшках бывают такие растения у нас они вот в лугах и я сейчас вам покажу этих красавцев наших знаменитых на берегу озера и расскажу вам про них следующий нас сегодня очень огорчил тот факт что малыша а как тут определить кто малыш вам уже наверное известно мы отличаем его по глазкам у отца красные глаза у матери оранжевые с красным ободком а у малыша они такие коричневые таракотовые вот сейчас точно сказать кто из них малыш я не могу так вот настало время его выселять из гнезда но это так образно говоря гнезда я не знаю гнезда где у них где-то на болотах они выводят тенцов потом они приводят нам их сюда на откорм вот причем у меня был вопрос как они преодолевают водоемы эти маленькие птенцы они же не водоплавающие птицы так вот они у родителей на спине перекочевывают из центра болот и приходят уже на такие вот угодья где можно постись и знакомят своих детей с нами это произошло у нас прошлой весной все кто смотрел наши репортажи помнят как рос этот малыш и теперь он уже взрослый и теперь его клюют отгоняют причем вот так они втроем вместе пасутся но когда даешь им кукурузу они его отгоняют он весь так надувается превращается в шишку перья дыбом преклоняем даже голову перед старшими и уходить ему абсолютно не хочется но ничего не поделаешь жизнь свое берет он уже взрослый ему надо жениться такую же историю мы наблюдали наверное года два назад родители привели не одного а двух птенцов и вот они росли у нас на глазах выросли один немножечко отставал мы сделали вывод что один был парень другой девочка и девочка как бы взрослела позже чем мальчишка у нее шапочка была маленькая не сформированная очень долго и получилось так что девочка оставалась с родителями еще дольше а парень был изгнан и вот он у нас вот там за домом выглядывал пока все наедятся и потихоньку выползал кормился отдельно они его совершенно изгнали ну после этого была какая-то большая свадьба там на парадном выходе нам прилетели другие журавли и это тоже у меня запечатлено и дальше мы уже не видели ни взрослых ни молодых никого они куда-то вспорхнули и улетели но они не перелетные но по делам улетели больше мы их не видели но возможно они вернулись вот или новое поколение уже с этим малышом теперь время расставаться с этим малышом я не думаю что они так резко с ним расстанутся он еще побегает за ними потому что втроем всегда веселее чем вдвоем даже но печально смотреть на это зрелище когда один остается журавлик потому что они очень зависят друг от друга и даже они кормятся по очереди один должен смотреть по сторонам если какие-то хищники или опасность а другой кормится и потом они уступают друг другу место вот такие у нас новости вот эти кресла мы вылавливали с одной водоема потому что в предрождественскую ночь у нас поднялся очень сильный ветер очень сильный ветер такой что он вот снес их с этой позиции прямо в воду и мы как-то не спохватились ну нету кресел мы не смотрели на палубу что мы не ходим отдыхать было довольно холодно мы мёрзли под одеялами у телевизора а потом я вчера выглянула лукушкой где же наше кресло пошла и вытащила одно другое довольно далеко ну и вот там совместными усилиями тоже вытаскивали что еще нужно сказать я уже сказал что было холодно вот результат видите пожухлая трава пятнами такими но это какая-то особая трава пожухла какая-то вот сейчас проклевывается это уже новая трава где-то в апреле у нас пойдет крапива не приведи господь это крапива съедает даже бычка если он попадет в ее заросли слава богу в флориде она не формирует заросли она очень мелкая ну примерно вот такая же как и вот эти травки но не дай бог в нее вступить или она коснется ноги или чего-то это это такой горючий яд она действительно смертельно опасная вот я сейчас с вами вместе осматриваю повреждения на манго от мороза на зрелом манго повреждений особых я не наблюдаю вот видите вот эта сторона лысая это потому что еще при первом в таком разрушительном заморозке это растение потеряла с этой стороны кое-что очень сильный ветер дул с юга именно и случилось так что температура не было ниже нуля но ветер усиливал как бы агрессивность этого холода и манго обгорела от этого ветра и холода но обморозилась короче а вот сейчас мы идем к этому растению посмотрите здесь вот уже очевидно обмороженные листья уже очевидно они пострадали причем мы с вами вместе радовались когда они нарастали что вот вот этот прирост годовой вы сейчас видите и вот видите как краешки листьев отморожены но это конечно не такое трагическое обморожение я знаю что может быть выглядит просто как косметический недостаток дерево от этого не пострадало оно выбросит новые листья при сильном обморожении листья просто сохнут и отпадают и все растение теряется ну мы конечно ждем плодов и у нас плодоносит вот этот манго потому что ну как уже я рассказывала многие знают историю о том что это растение и вот это большое растение они ровесники даже можно сказать братья-близнецы просто выросло одно в грунте а вот это росло в горшке пересадили ему его только в прошлом году и она уже увеличилась до раза почему это у нас плодоносит а большое растение не плодоносит объясняется тем что три года назад когда большое пострадало от заморозка оно пострадало буквально полностью на нем не осталось ни одного листочка и веточки посохли потом их доедали термиты мы оставили только ствол и вот то что наросло это наросло трехгодичной давности побеги и они не способны плодоносить они обладают свойствами молодого растения им еще до плодоношения два года в манга плодоносит на пятый год а вот этому мангу восемь лет и она плодоносящая но очень жалко потому что горшки она недостаточно развилась почему мы так с ним поступили жестоко я не знаю нас были ограничения на посадку в этом на участке потом все таки мы его посадили вот и все дорогие друзья вот у соседей пойму вам показываю тоже видите пожелтые листья они не падают их надо спиливать это очень много заботы это нужно влезть на высоту пятиметровую специально нужна техника ну имеешь пойму вот и забудьте о ней и я знаю что они очень скоро будут они заботятся дуб листопаде видите листья у нас на земле валяются начинается листопад и вот такое красивое высокое небо и мы здесь конечно ожидании дождя потому что если будет дождь мы будем очень счастливы наши растения тоже будут счастливы вот такой предновогодний репортаж из центральной флориды с вами была его riddle мы вас очень любим ждем ваших откликов ждем вас гости до новых встреч